Привет! Потому что я еще не закончила. Нужно добавить яркости. Берем несколько маркеров. Отстригаем кончик и вынимаем стержень. Получилась соломинка с чернилами, в которую можно дуть. Просто делаю вот так. И... Вуаля! Краситель готов. Теперь нужно взять крем. Добавляем немного и смешиваем с краской. Отлично! Все готово к следующему этапу. Надеваем пластиковую перчатку, берем пригоршню смеси. И наносим ее на прядь твоих волос. А потом заворачиваем волосы в алюминиевую фольгу. Здорово! Фиолетовый рулит. Ты уверена, что это хорошая идея? Да! Скоро сама увидишь. И эту тоже завернем в фольгу. А теперь подождем немного. Так, пора оценить результат. Снимаем фольгу. Вот так. О, я боюсь смотреть. Что? Это мои волосы? Они зеленые и фиолетовые. Вау, это так мило, мне нравится. По-моему, твоему имиджу не хватает одной детали. Нужно снять очки. Ты же видишь без них, да? Знаешь что? Сними и этот джемпер. Положим его сюда. Он тебе больше не пригодится. Кстати, эту пуговицу застегивать не нужно. Я и прям чувствую себя красивой. Пойдем. На урок опоздаем. Посмотрим, какой эффект произведет твой новый лук. Вау, ты видел ее разноцветные локоны? Ого, никто надо мной не смеется. Спасибо, подруга. Ты не представляешь, что она мне ответила. Опять решила включить всезнайку и... Эй, как думаешь, для чего они? На ума не приложу. Наверное, это для губ. О, стой, что ты делаешь? Ты даже не знаешь, что это. Так, сейчас посмотрим в ТикТоке. Ого, это суперкруто. С помощью палитры можно создать любой оттенок. Да, будет прикольно. Ну что, пришло время науки. Науке макияжа. Передай мне палитру. Спасибо. Отлично, подойдет. А теперь ножик. Осторожно, он острый. Это пластик. Ну, спасибо за заботу. Думаю, начну с этого цвета. Сперва нужно немного размягчить поверхность. Салфетку, пожалуйста. Спасибо, медсестра. Еще немного. Вот так. Кажется, достаточно. Теперь достанем эту штуку и макнем в порошок. Отлично. Ставим обратно. Покрутим ее внутри, чтобы размешать краску. Мне очень нравится это занятие. Операция прошла успешно. А теперь попробуем. О, как круто. Чур я первая. Наносим на губы. Ну, как тебе? Получилось? Вот зеркало. Посмотри сама. Вау, отлично. Мне нравится. Потрясающе. Ох, моя голова. Эти пирожные такие вкусные. Бетти, это тебе подарок. О, спасибо, Белла. О, смотри, так красиво. Просто чудо. Надо скорее примерить. О, мне немного велико. О, все равно спасибо. Мне очень приятно. Если бы можно было подогнать размер. Хотя, почему бы и нет? Белла, смотри. Берем веревку и булавки. Сейчас все будет в порядке. Вывернем платье наизнанку и перевернем вот так. А теперь вставим булавочки. Затяну потуже, чтобы платье держалось. Теперь закрепим. Надо сделать это по обе стороны шва. А теперь проденем веревку вот так. С одного края на другой. Осталось получше затянуть. И, наконец, вновь перевернем платье. Сработало. Больше никаких проблем. О, Бетти, как тебе это удалось? Чудесная работа. Да, но наша дружба еще чудеснее. Пора навести здесь чистоту. Ох, занятие точно не из легких. О, СМС. Ну-ка, почитаем. Ура, Брайан приглашает меня на вечеринку. Минутку. Я ужасно выгляжу. Прямо как Золушка после чистки каминов. Нет, Брайан не должен увидеть меня такой. Эх, была бы у меня фея крестная. Сделала бы из меня принцессу. Или хотя бы сделала так, чтобы я выглядела симпатичнее. Ох, а вот и я фея крестная. Что с тобой приключилось? Брайан пригласил меня на вечеринку. А я ужасно выгляжу. Хм, да, это проблема. Но я тебе помогу. Вставай. Хорошо. Только, пожалуйста, никаких мышей. Даже если они умеют шить. Для начала избавимся от этих перчаток. Так, что еще? Ах да, прическа. О, я уже выгляжу намного лучше. Нам нужна одежда, но ты боишься мышей. О, упс. Никаких мышей, глупая палочка. Поняла? Что это было? Почему мне так хочется сыра? О, не волнуйся. Примерим вот это. Это не совсем мой стиль. Хм, обычно у мышей хороший вкус в одежде. Давай, палочка, не смей меня подводить. У нее кончилась зарядка. Все ушло на то, чтобы тебя расколдовать. Что? Расколдовать? И как же теперь быть? Не волнуйся, мы сейчас все исправим. Расстегнем вот здесь и заправим вот сюда. Теперь завернем этот конец и потуже завяжем. Готово. Так лучше. Ну как тебе? Ты лучшая феопрестная на свете. Рада помочь, дорогуша. Веселые тебе вечеринки. Бетти, постой. Без магии я не могу вернуться домой. Думаю, я побуду немного у тебя. Привет, Дженнифер. Ты оделась? Еще минуточку. Если выбрать такой кардиган, он подойдет? Нет. Дженнифер, мы опоздаем. Не опоздаем, а слегка задержимся, Энни. Надень уже хоть что-нибудь. Но это должен быть подходящий наряд. Что-то мне никакой из вариантов сегодня не нравится. Дженнифер. Дженнифер. Это просто нечестно. А ты, Энни, несправедлива к моде. Погодите-ка. Кажется, у меня есть идея. Левая рука. Правая рука. Теперь пуговицы. И узелок. Аккуратно завяжите рукава. И... Почти все. Немного заправьте. Идеально. Да, вот что я искала все это время. Такой наряд просто идеален. А кто-то считает, что нельзя иметь все сразу. А-а-а! Энни превратилась в скелет! Я никогда не забуду твою жертву во имя моды! Эта книга такая интересная! Бу! Ой, Дженнифер, как смешно! Энни, у тебя рюкзак открыт. Стой, дай я застегну. Знаешь, а книга действительно крутая. Мне кажется, тебе понравится. Эм, у нас, похоже, возникла проблема. Просто вытяни и все. Я пытаюсь. Вау! Дженнифер, ты в порядке? Да, все нормально. Похоже, ты сильно ударилась. А всему виной эти завязки. Кажется, я знаю, что с ними делать. Бип! Берем первую и завязываем вот так. Но сильно не затягиваем. Пусть петля будет свободной. Перекручиваем петлю и продеваем через нее завязку. Но это еще не все. Повторим то же самое второй раз. Старайтесь делать все аккуратно. И еще раз. Ну вот, теперь можно хорошенько затянуть. Отлично! Так они намного безопаснее и выглядят красивее. А ты права. Спасибо, Энни. И еще один бип. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok